Всем привет! Вы на канале Синие Крылья и сегодня я покажу вам вольер, который нам удалось собрать из трех клеток. Клетка на изображении слева была сооружена из двух, таких же как клетка справа. Исходный размер каждой клетки составлял 45 на 45 на 80 сантиметров. Вольер же получился следующих размеров. 45 сантиметров в ширину, 100 сантиметров в высоту и 91 сантиметр в длину. В вольере у нас две двери по бокам и две сверху. Закреплены части вольера между собой натуральным, очень прочным джутовым канатом, толщина которого 1 сантиметр. Конструкция в целом получилась устойчивой. Арбузик соорудил на входе в домик хаотичную конструкцию, которая полностью закрыла доступ в гнездовой домик. Поэтому я вынула все эти ветки. Попугай, конечно, очень пронзительно и долго возмущался до тех пор, пока я не положила ему на гнездовой домик деревянные шпажки, купленные в магазине, и предварительно обрезав ножницами острые концы. Только тогда наш арбузик успокоился и начал снова сооружать конструкцию входа. Но теперь он, по крайней мере, не мешает самке киви, поскольку длина вольера увеличена в два раза. Птицы сразу же адаптировались в новом месте. И по первым минутам казалось, что только самка заметила изменения. Этой ширины клетки достаточно даже для того, чтобы птицы могли порхать. Я специально оставила им такие места и не загромождала их жердочками. Арбузик с удовольствием использует такую возможность, когда поднимают упавшие случайно на дно клетки шпажки. Ветки деревьев я для строительства гнезда решила больше не использовать, только шпажки. Так птица при деле, но не тратит слишком много энергии для того, чтобы переносить тяжелые ветки. А его творчество приобретает более такую красивую и симпатичную форму. Всем спасибо за просмотр! Если это видео было для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok